Первые татуировки я делала ему на попе. У него забита одна булочка и вторая. Я учился во время практики. Сразу на живых. Мы открыли какой-то портал, и к нам начали приходить селебрити. Это Александр Рогов, я такой, в смысле. Игорь единственный в моем окружении, у кого нет художественного образования, но он добился очень многого. Привет, меня зовут Игорь. Я татурую одиннадцатый год. Меня зовут Ксюша, я главный адепт по смол-тату в Москве и являюсь также учеником Игоря. И мы женаты. Я татурую в своем собственном стиле. Называется NoBrizenBagemic. Идея вообще пришла на острове Бали, когда в год, когда мы женились, и вообще на меня очень сильно повлияла культура этого острова. Стал развиваться именно в таких орнаментах, околовосточных, буддистских. Мы полетели на нашу свадьбу, мы там решили церемонию красивую себе сделать. Это было семь лет назад. И эта точка, она очень сильно на нас повлияла. Я для себя просто увидела, что такое путешествовать. И после этого моя жизнь поменялась. И мы вот так вот гастролируем уже лет семь, наверное, очень много путешествуем. Наверное, выбор орнаментальной цитировки это такое вечное, которое не потеряет ценность в зависимости от времени. И орнамент, и геометрия, это то, что будет жить, в принципе, вечно. Это как элемент и украшения, и декора, на который ты будешь оборачиваться. На меня как раз можно посмотреть вот один из браслетов, который мне Игорь делал. И насколько он смотрится, просто он растворяется в коже. Не знаю, ему лет пять, наверное, но я его дико люблю, конечно. А я делаю надписи. Надписи, смол тату, и, собственно говоря, можно тоже на Игоря посмотреть разные штучки, которые я делала. Мне нравится, что вы друг на друге тренируетесь. Да, это очень круто. Как этот... Как называется? Лук-бук друг друга. Да, за эти 7-10 лет, которые мы исследуем вообще татуировки, мы друг на друге, конечно, что-то делаем. Родом мы с маленького городка в Удмуртской республике, город Глазов. Игорь тогда занимался музыкой, я заканчивала нашу единственную гимназию в городе. И у меня уже тогда было понимание, что я еду поступать в Москву на художника. Я встретила на одном из рок-концертов его. И поняла, что это... Он светится, это то, что надо. Я просто влюбилась в него с первого взгляда. И мы за полгода до моего отъезда из маленького города начали очень много гулять, дружить. И в один из моментов, когда я просто ему говорю, ты знаешь, я в Москву поступать еду. Сидели на ночной этой качели, такая, я уезжаю. Это просто как кадр из фильма, да. Я такой, я с тобой. Я сейчас посмотрю, где можно сделать прикольно. Да, мне нравится в двух местах. То есть сначала ты так переводилка, а потом ты будешь уже ее закрашивать, правильно? Да, по ней работает машинка, все верно. А что ты обычно вот чувствуешь, когда делаешь татуировку кому-то? Я люблю это. Когда я научилась это делать, я начала получать истинное удовольствие. Первые, конечно, там полтора года ты очень нервничаешь. А потом, когда это начинает получаться, ты видишь эмоции, главное, людей, которые после сеанса выходят, как они тебя благодарят. Вот эта штука, это очень сильно. У меня профессиональное художественное образование. Всю жизнь рисую с пяти лет. Это моя страсть. И просто спасибо моей маме, что она когда-то во мне это увидела. Игорь единственный в моем окружении, у кого нет художественного образования, но он добился очень многого. А так вообще обычно в татуировке заходит, когда уже есть какая-то база, то есть когда ты умеешь рисовать. Мы как-то обсуждали с моей коллегой, она говорит, да, это вообще на самом деле супер, то, что нет образования, у тебя нет этих рамок, Тебе, да, мозг мы промыли немножечко. Ты просто делаешь, что хочешь. И я такой думаю, ну, да. Я учился во время практики. То есть это такое прям сразу на живых. Обучение, обучение у меня длилось три дня. На первый день мы обсудили там медицинские аспекты. Наверное, в первый же день я сделал свою первую татуировку. На второй день мой учитель не пришел. На третий день он уехал к себе домой, то есть вообще из города. И то есть у меня было такое самостоятельное обучение. У меня была мысль взять, ты знаешь, фургончик и устроить тот тур по российским городам. Даже не с целью, наверное, подзабить людей, а больше с мастер-классами воспитать оригинальных мастеров, прокачать их на новый уровень, чтобы уровень татуировки в России вообще в стране поднимался. А какой сейчас уровень вообще в России в целом? По сравнению там с Америкой? Россия вообще довольно молодая страна в татуиндустрии, в развитии. И мне кажется, мы перешагнули всю вот эту дичь, которая была и в Европе, и в Америке, когда там просто забивались, как попало. В России любят, чтобы это было хорошо, красиво. А какие вообще планы у вас на будущее? Вы будете делать, может, школу какую-нибудь? Мне хочется. Думал на тему того вообще сделать. Не просто учить людей татуировкам, а чтобы там работал, например, какой-то философ, какой-то врач, уроки рисования, чтобы это было, не знаю, даже физкультуры, потому что ты сидишь целый день, чтобы развивали какие-то определенные моменты у татуировщиков, чтобы человек выходил, не просто я умею делать татуировки, а это квалифицированный специалист. Блин, ну как-то так. Когда я приходила с учебы, оборудование было дома, и Игорь просто меня просил делать ему татуировки первые, потому что он говорит, ну ты же умеешь рисовать, сделаем татуировку, потому что я хочу испытать это чувство. Он самый настоящий татуировщик, он реально вот как бы у него горит, это, он такой, я хочу это испытать, я не могу делать эти татуировки людям, и не понимать, что это такое. Но в его окружении не было вообще татуировщиков, поэтому ночами я делала эти татуировки ему, это было очень долго. Вы как-то забивали мне задницу под концерт Металлики. Первые татуировки я сделала ему на попе, потому что как бы, ну, я не знаю, почему мы купили такое место, у него забита одна булочка, и вторая. Это, кстати, одна из моих первых татуировок, которую Игорь делал. Видите, какие зловещие татушки. Мы парные с ней сделали, я ей на бедре такую сделал, а она мне такую сюда. В одну ночь друг к другу. Это моя спринг, я, Ксюш, так называю, моя весна. Сейчас я делаю совсем другие татуировки, то есть как бы начинали мы вот с тех контуров, а сейчас вот такие вот вещи, это называю маленькие сексуальные татуировки. Вот это чакра у нас, это сенс мы делали, и вот из последних год назад Wonderful Life, когда мы с Мальдив вернулись, я говорю, давай мы запечатлим этот момент. Это моя рок-н-ролльная татуировка. А, еще вот я Игорь делал. Вот эта надпись. Это тоже я делал. Heavy metal broke my heart. Я первое время помогала Игорю как менеджер, то есть я вела запись, там помогала, общалась с клиентами. Инстаграм потом появился, начала вести ему инсту, потому что он не успевал. И вот постепенно, постепенно, потом он попал в очень классный тату-салон в Санкт-Петербурге, который, в принципе, поменял все, потому что ребята там были стильные, молодые, всем было там по 25 лет. И, собственно говоря, там произошла вот такая главная точка, когда нас пригласили на тату-конвенцию в Нью-Йорк. Я его уговаривала, говорю, поехали в Нью-Йорк, я сделаю все для этого. Я тебе билеты сделаю, я все сделаю. То есть денег тогда не было особо, но как-то что-то получилось. И я... У нас все получилось. Мы уехали на три недели, самый первый раз, на три недели тур по Америке. У нас было 50 тысяч рублей на кармане. И все. И года два я так облетала с Игорем мир. Мы были в Европе, в Азии, в Америке. Меня так сильно в это занесло. Везде датуровал. И потом во мне как бы этот огонь уже проснулся. Я такая... Мне кажется, я хочу делать татуировки. То есть это было такое прям... Я насмотрелась. Мы в ЛА тогда жили, и... Ксюша сходила там к парикмахеру, к стилисту. Она такая... Я, говорит, видел у него маленькие татуировки. Я, говорит, понимаю, что... Блин. Это оно. Это то, что я хочу делать. Это... Я говорю, поехали в Москву, будем открывать свой тату-салон, и я буду делать смол-дату. Этим еще никто здесь не занимался. Это вот было 4 года назад. Я уехала в 15 лет. Я очень рано уехала из родного города. И меня, по сути, воспитала Москва. Она как бы мне дала очень многое. И это мой дом. Больше. Знаешь, есть люди, которые вот приезжают в Москву, и потом разочаровываются сильно. То есть говорят, что... Ну, они попробовали. Это лучше, чем, допустим, сидеть и говорить, вот, меня звали в Москву, а я не попробовала. Надо попробовать. Безусловно. Это, безусловно, коммерческий очень город. Но он очень многое дает. Это правда. Нам нравится выезжать, нам нравится уезжать, потому что Москва очень такой активный город. Это прям пульсация. Ну, ты как в Нью-Йорке, очень похожий по вайбу. Прям город, он... Он прям кричет, да, он прям вкачает Россию. Выезжать нужно, отдыхать вот от этой пульсации и вообще менять картинку какую-то. Не знаю, что это... Не знаю, сильно ли это влияет на творческую линию. Может быть, да. Возможно, это за счет отдыха, то, что глаз в Москве замыливается. У нас всегда поездки завязываются так, что я делаю новость. У меня собирается публика, которая записывается на сеансы. Мы едем туда, татуируем, зарабатываем, на эти деньги покупаем билеты, дальше снимаем жилье. Суть была не заработать, а именно ехать, ехать. Ну, сколько далеко можем заехать. Вот так. У трех тысяч начинается цена у новичка. Да, и то, сколько стоит его работа в час, зависит от того, в какой стране он находится. Сейчас средний сеанс у меня, ну, трехчасовой, ну, около 50. Плюс дизайн около 10. У Ксении сейчас прайс 1 час 14. Начинала я, не знаю. Начинают все бесплатно первые полгода работать вообще-то. Чем больше ты этим занимаешься, тем больше понимаешь, что это вообще не про деньги. Какую ценность ты вкладываешь в это? Что у тебя стоит? На чем строится вообще то, что ты делаешь? От этого и какая-то ценовая политика вырастает. Если к тебе просто приходит, ой, сделай мне там какую-то фигню, давай я тебе сделаю, то ты останешься так на таком уровне. Если ты будешь двигать что-то больше, как-то это все... Обязывать, чтобы ты был интересным соседником. Ну да, чтобы не оставаться чисто тату-мастер. Можно же двигаться дальше, можно стать артистом, создавать. Я позиционирую себя как стилист, потому что работаю с телом. Ну, почему бы не вести что-то новенькое в это, во все. Ты говорила, ты относишься к татуировке. Да, отношусь к татуировке как больше к ритуальному процессу. И рекомендую своим клиентам во время сеанса либо, скажем так, с открытыми глазами, либо с закрытыми глазами. Со закрытыми глазами это обычно какие-то разговоры о жизни. Либо с закрытыми глазами. Ну, довольно часто у меня люди с закрытыми глазами очень далеко улетают в такое, знаешь, состояние медитации, в какой-то... в астрал. Мне кажется, что это передается как-то, возможно, от меня, потому что я сам. Когда меня татуируют, мне просто за 2 минуты я переключаюсь, и я вообще не здесь. Я где-то вне системы. Очень много инсайтов приходит в это время. Мы открыли какой-то портал, и к нам начали приходить селебрити. В новогодние какие-то праздники мы смотрели телевизор, и я увидел, как Юля выступает. Там песня была у нее, по-моему... Юлия Зиверда. Юлия Зиверда. По-моему, кредо песня называется. К каждому по факту нужен тоже человек. Я такой, блин, мне очень нравится, что она поет. Я чувствую вот эту энергию. Спешу, и типа, блин, мне очень понравилось, мне нравится, что ты делаешь, и я бы хотел стать твоим тату-стилистом, и так далее. В общем, ну, конечно, ответа я не получил. Через полгода ко мне приходят девчонки, кто танцует у нее. На следующий день мне пишет Юля, типа, слушай, мне тут девчонки рассказали про тебя, ты просто волшебник. Я хочу к тебе на сеанс. Завтра буду. Я такой, окей, давай. В этот момент у них была коллаборация с Данилом, с Нелятой. И через день после татуировки с Юлей пишет Данил, слушай, мне тут Юля про тебя рассказала такое. Ну, это все лета 2020-го. Такое, типа, чувак, я хочу к тебе на татуировку. Потом, наверное, недели две спустя раздается звонок, звонит незнакомый, я такой, алло. Алло, говорит, Игорь, это Александр Рогов. Я такой, в смысле? Он такой, ты, говорит, сделал татуировку одному из моих друзей. Мне очень понравилось, как это выглядит. Это просто нереально, такого еще не видел. Давай снимем передачу у тебя в студии. Я такой, блин, давай, конечно, давай. Сняли Рогов Лайф у нас в студии. Рогов Городе мы снимали. А, Рогов Городе. Люди приходили вообще из разных структур. Например, вот Юля, она, Коваль, подписалась, пишу благодарность. Она такая, блин, я хочу татуировку, мне очень нравится, что ты делаешь. Давай сделаем. Она такая, блин, короче, еще не определилась, но мой сын любит ежей, давай что-то с ежами. Я такой, давай ежей. Нарисовал ей сюда дизайн. Точнее, не знал, что сюда будет. Нарисовал дизайн, где там пять ежиков танцуют в разные позиции. В общем, эта татуировка стала ее вообще хайлайтом. Прям очень-очень круто смотрится. И так мы уже два или три года работаем с классными ребятами. Например, один из последних вот с Максимом Матвеевым. У него абсолютно чистое тело было, то есть он сейчас уже сделал три или четыре большие татуировки. Мы сделали проекцию с двух и сейчас голень ему сделали. Он пришел. Он еще на грудь хочет, по-моему. А какие-то начались проблемы с поставками красок или там оборудования? Как все началось, мы просто сразу закупили трансферную бумагу, она американская. А так, на самом деле, да нет. У нас, потому что расход краски минимальный, мы уже не красим как стилисты по волосам. То есть я использую просто вот один колпачок. Вот, смотри, сколько краски. У меня вот такой баллон. Я его закончу через несколько лет. А оборудование мы просто заранее уже все купили. То есть оборудование с тобой лет пять. То мы после этой ситуации, которая произошла в мире, мы начали работать этой весной намного больше. Люди в состоянии кризиса, они чаще записываются на татуировку. И они больше приходили за какой-то психологической помощью. Люди просто на себя писали разные аффирмации. То есть они себе что-то напоминали. И ты постоянно во время сеанса еще их ведешь. Как бы психологически тебе надо это вывозить. То есть я должна оставаться профессионалом, делать свою работу и не брать эту эмоцию на себя. Поэтому я немножко начала заниматься психологией, медитациями, чтобы это все вывозить. Мы давали себе время для того, чтобы почувствовать, где мы можем осесть. Месяца в день с нашей насмотренностью. Как ребенка выращивать. Да. И, собственно говоря, потом приняли решение, надо вернуться в Москву. И мы создаем такую среду, чтобы мы тащились от того, где мы находимся. Обычно, кто приходил к нам в студию, студия 168, наш проект, бывший, и все приходили такие, мы не в России. Мы выбрали 18 этаж в сети, так никто не делал. И просто, знаешь, закрыли несколько галочек, все такие, о, так можно было? Ну, блин, да, выходите из подвалов уже, Всегда нужно делать что-то классное, потому что можно, мы же все уникальные, и нужно, конечно, глубоко в себя копнуть, чем ты примечательный, чем ты отличаешься вообще от другого человека. Сейчас проект студии 168 мы закрыли. В июне 2022 года. 2022? Да. Разошлись с нашим партнером, и теперь мы будем делать чисто свое. Будет новый проект. Сегодня думали названием, кое-что придумали классное. В общем, да, скоро все увидите. Да. Что, смотрим? Что удалось оплатить? Да? Ну, по-моему, супер. Да. Объединились такой линией, Игорь сделал, мне прям гико нравится. Да. Кот или собака тоже сделала свою татуировку. Вот, сделала такой класс 13, решили тоже маленькую звездочку сделать, и получилось. Дополнение, да. Прям целый концепт. Концепция, на руке. Да. То есть, рука уже выглядит не оторванными такими элементами, а уже есть общее понимание, вообще-общая концепция. Все рады. Спасибо большое. Спасибо. Давай, иму тебя. Да, спасибо. Да, это обычно, да, у всех желаний. Да. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...